Фото из серии показалось стало причиной сексуального скандала. Реклама ниже пояса появилась на московской трассе. На самом деле по поводу содержания этой рекламы идут споры. Там совершенно точно изображен орган. А вот какой, это вопрос. Ну понятно что. Мужское, да, достоинство. Ой, я не разглядела. Первая ассоциация с чем-то неприличной, конечно. Дилда видно. Ну издали очень напоминает детородный орган. Не знаю, может я извращенец, но больше похоже на мужской орган. Ты сразу в глаза бросаешься. Вот в первую очередь бросаешь глаза, потом ты уже рассмотришь, что это такое. Потом уже начинаешь читать, что же там написано на плакате. И понимаешь, что у тебя мысли слишком пошлые. Ну я по крайней мере вижу руку молодого человека. Сами молодые люди себя фотографируют. Селфи. Не знаю у кого-то что болит, но у меня это не ассоциация, это просто вид такой как бы. Здесь нет необходимости ассоциировать что-то. Здесь явно все видно. Ну нормально, что. Ну рекламщики, конечно, это, дурные. Это именно маркетинговый ход, конечно. Дабы привлечь внимание потенциальных клиентов. Наверное, что в глаза бросало. Кого-то задевает, вероятно, даже очень многих. Было бы маленькое, тогда бы реклама была незаметная. Ну дети ездят, смотрят, тоже некрасиво. Все же мораль и этика должна существовать. В компании, которая так двусмысленно себя прорекламировала, сообщили, что сами не ожидали такого результата. Данную ситуацию мы узнали. Недавно буквально нас предупредили. Баннер мы обязательно снимем. Но на самом деле, мы даже не хотели, чтобы именно так получилось. Там не подразумевалось, чтобы был мужской орган там был. Мы на самом деле видели сам макет только на мониторе компьютера. И на самом деле никаких таких мыслей не было. А видимо, именно когда на баннере, где-то с расстояния или под каким-то углом, вероятно, все получилось. То есть потом нам показали, естественно, мы увидели, поняли ошибку. Между тем, ситуация оказалась куда серьезнее. Эта реклама возмутила антимонопольную службу. Но что там четко нарисовано и степень этой нецензурности, определить не смогли. Поэтому даже устроили голосование на сайте. Кто что видит на фото. Оказалось, что 61% голосовавших видят совсем не руку. Когда кажется одному, значит, может быть, надо перевернуться на другой бок и еще поспать. Может быть, просто занавески раздевнут будет лучше видно. Но когда показалось, как вы выразились, нескольким сотням людей, то это уже факт. Просто факт. И в данном случае люди высказываются очень определенно. Пропорция очевидна, свидетельствующая о том, что люди полагают эту рекламу ненадлежащей. Люди хотят привлечь внимание. Понятное дело, что это привлечение с целью заработать. Ну, посмотрим. Возможно, они потеряют больше, чем заработают. Кстати, голосование пока не окончено. Как только будет принято решение нижегородцами, антимонопольная служба будет рассматривать вопрос о наказании этой организации. Продолжение следует...